Особенность фильма Крикуны в том, что это на данный момент самая точная экранизация произведений Филиппа Дика. По сути, между фильмом и рассказом есть только одно по-настоящему значимое отличие. О нем я расскажу в конце, потому что оно в конце. В рассказе Филиппа Дика вторая модель 38 страниц. Так что в фильме, конечно, количество событий и раскрытие персонажей ощутимо больше. Но все они строго соблюдают сюжет рассказа. А сюжет о том, что между двумя экономическими блоками началась война. Когда одна из сторон начала проигрывать, она разработала самосовершенствующихся роботов. Но вот это самосовершенствование никак не контролировалось. Что привело к тому, что роботы сделали себя похожими на людей. И у них вдобавок начались проблемы с менталочкой. И вот в этой обстановке начинается история о группе людей, состоящей из 4-х человек. И в этой группе накапливается паранойя относительно того, не является ли кто-то из них роботом, не человеком. И из-за этого происходит несколько убийств. И все это на фоне войны, которая началась почти спонтанно. Из-за паранойи о том, что было непонятно, кто все-таки начнет войну первым. А война в данном случае рассматривается как метафора о том, что один человек начинает рассматривать другого человека не человеком. И соответственно теперь его можно убить, раз он не совсем человек. Хотя на этапе, когда война только началась, обе стороны люди и физиологически, и во всех других смыслах. И только тут у Филиппа Дика на сцену выходят роботы. И эта метафора о том, что да ты говно, я тебя даже за человека не считаю, перестает быть метафорой. Теперь у двух людей, которые просто случайно в степи друг с другом столкнулись, есть объективная причина подозревать, что человек напротив может быть не человеком. В прямом смысле. Он может быть роботом. Ты начинаешь рассматривать человека, искать в нем какие-то отличия от тебя. А роботы начинают настолько имитировать человека, что и у них появляется эта чисто человеческая параноидальная черта, считать другого каким-то не совсем нормальным и опасным. Потому что он просто другой. И теперь, даже когда они находятся в сообществе таких же роботов, как и они, они порой начинают выискивать причины, чтобы друг друга убить. Если кому интересно, то между рассказом и фильмом есть некоторые, не влияющие на основной сюжет, отличия. Например, в фильме война идет между двумя американскими корпорациями. А в рассказе война между США и Советским Союзом. Причем надо отдать должное Филиппу Дику в том, что он не выставляет США ангелом во плоти, а делает обе воюющие стороны равновиноватыми. Но некоторые биографы Филиппа Дика утверждают о том, что он писал доносы в ЦРУ на всех, кого подозревал в лояльном отношении к коммунизму. Хотя сам я в его произведениях ни разу не натыкался на совсем уж оголтилую ненависть к коммунизму. Да и вообще Филипп Дик довольно странный персонаж и смотрел на все под своим неповторимым долбанутым углом. Например, вот большую часть рассказа американский майор ходит рядом с двумя советскими солдатами с именами, внимание, Руди Максер и Клаус Эпштейн. И еще с русской проституткой Тассо. Только это и есть ее имя. Ее так и зовут Тассо. Это все. Это типа как Зиндея, Бейонси. Ну вы знаете, у нас у всех ведь когда-то был одноклассник Клаус Эпштейн. И одноклассница-проститутка Тассо. Проститутка-то да, но что прям Тассо? Конечно, все эти идеи с человекоподобными роботами, даже для меня фанатов Филиппа Дика, сейчас показались несколько вторичными. Но тут я увидел, в каком году был написан этот рассказ. Он был написан в 1953 году. Думаю, если бы я прочитал вторую модель, тогда меня бы разорвало от восторга от таких новаторских поворотов. Тогда все эти идеи о том, какая у робота будет душа и какой вообще он будет, находились в самом зачаточном состоянии. И нужно было иметь действительно пророческое и очень острое мышление, чтобы смоделировать хотя бы общее направление, куда все это может двигаться. А Филипп Дик еще и приправил это несколькими жуткими сценами с толпами детей-роботов, интересными философскими метафорами и своей коронной паранойей по отношению к женщинам. Тут мы как раз и подходим к единственному существенному отличию рассказа от фильма. Сейчас, разумеется, будет спойлер. Рассказ заканчивается тем, что главный герой с иронией замечает, что роботы развились уже настолько, что начали убивать друг друга. А фильм идет дальше, и главный герой замечает, что роботы научились еще и любить. Потому что женщина-робот влюбляется в главного героя и жертвует собой ради него. И вот как раз такого Филипп Дик написать не мог. Любой, кто читал книги Филиппа Дика, сейчас уже понял, о чем я говорю. Женщина в произведениях Филиппа Дика – это всегда не к добру. Женщины в его произведениях есть почти во всех. Но очень редко, исчезающе редко, женщина спасает главного героя. Как правило, она его как раз предает в самый ответственный момент. Ну или просто попивает кровь и висит на главном герое паразитом до самых последних строчек. И это, конечно, не кажется чем-то странным, зная непростую биографию автора. О том, как к нему относилась его мать. И о том, что его жена тратила так много денег, что Филиппу Дику приходилось писать по шесть романов в год, просто чтобы успевать закрывать кредиты. Однако в рассказах Филипа Дика есть доброта и есть любовь. Но, как правило, это подается через надлом и через драму. Это, наверное, и хорошо, иначе бы не было интересно. Иначе было бы пресно. Это я говорю к тому, что такой финал в фильме Крикуны Филипп Дик не то что не одобрил бы, а грустно улыбнулся бы, увидев такой финал фильма. Потому что этот финал все-таки не из вселенной Филиппа Дика. Этот финал из вселенной Дэна О'Беннона, сценариста фильма Крикуны, который адаптировал рассказ. Это замечательный, совершенно самобытный автор, которому, конечно, нужно посвятить отдельный ролик. Разумеется, он не талантливее Филиппа нашего Дика, но он однозначно одаренный творец, с более радостным, более вздорным, в хорошем смысле этого слова, взглядом на жизнь. И жена у него, наверное, была заботливая. В целом, Крикуны получились цельным и захватывающим фильмом, как раз из-за трепетного отношения О'Беннона к идее Филипа Дика. Другого такого случая, с таким аккуратным переложением литературной основы в фильм, я не видел не то что в фильмах по Филиппу Дику, а вообще не видел. В итоге, благодаря отличной идее Филипа Дика, грамотной режиссуре Кристиана Дюге и толковой адаптации рассказа Дэном О'Бенноном, мы имеем крепкий, запоминающийся, штучный научно-фантастический фильм, о котором хочется поговорить и хочется узнать, что было дальше. И что будет дальше для нас, для всех, когда роботы обретут не только полноценный интеллект, но и человеческую внешность. И как мы будем с ними уживаться, если мы не можем мужиться даже друг с другом, даже собственными женами, мужьями, родителями, детьми и другими домашними животными.